Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Python. На этом уроке мы с вами научимся извлекать аудио из видеофайлов. Это очень классная задача. Когда она бывает нужна? Она бывает нужна, когда вы хотите, например, взять какой-нибудь видеоурок. Например, я хочу взять свой видеоурок, извлечь из него аудиодорожку, в которой я разговариваю на русском языке. Потом с помощью специальных сервисов, например, Google, распознать эту аудиодорожку в русский текст. И именно этот текст уже с помощью Google IP, либо с Яндекс.Апи, перевести, например, на английский язык. Тем самым я получу уже субтитры для своего видеоурока. Но на этом можно еще не остановиться. Взять этот английский текст, ну, конечно, проверить, что он правильно звучит, и все хорошо распозналось. И с помощью этих же самых сервисов через Апи превратить его в речь, в английскую речь. Таким образом я получу новую аудиодорожку на английском языке с моим переведенным текстом. И эту аудиодорожку, конечно, я могу уже прицепить к своему видеофайлу. Тем самым я получу уже видеофайл с английским языком, когда я говорю с вами уже на английском. Ну, конечно, там уже будет другой голос, но с субтитрами и на английском языке. Хорошо, классная задача. Если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключаемся. Смотрите, здесь у меня уже открыт файлик my1.py в редакторе Python Idol. Именно в этом редакторе, конечно, мы с вами и напишем наш небольшой код. Он довольно компактный. Первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно, с установки специального модуля, который позволит нам работать с видеофайлами. Этот модуль называется moviepy. Moviepy. Давайте мы с вами его найдем. Откроем Яндекс. В Яндексе пишем moviepy. Enter. Вот его ссылка. pypy.org project moviepy. Открываем. Так. Для того, чтобы его проинсталлировать, как всегда, мы используем с вами команду pip install moviepy. Ну, конечно, давайте запустим в Windows командную строку. Для этого нажимаем Windows R, пишем cmd. Либо нажимаем кнопочку Windows и пишем cmd. cmd. Нажимаем правой кнопкой и берем запуск от имени администратора. Отлично. У нас с вами запустилась командная строка. Теперь для того, чтобы проинсталлировать наш модуль, нужно набрать всего лишь вот эту команду. Копируем ее. Возвращаемся в нашу командную строку. Вставляем и нажимаем Enter. Происходит загрузка нашего модуля. И, конечно, он инсталлируется в нашу систему. Отлично. У нас с вами модуль проинсталлировался. Теперь мы можем приступить к тому, чтобы с помощью этого модуля взять какой-нибудь мой видеофайл и, конечно, из него извлечь аудиодорожку. Давайте так и сделаем. Первое, что мы сделаем, конечно, откроем помощь. Идем сюда, на сайт pyp.org и берем с вами Homepage. Либо листаем ниже. Смотрите, кстати, Full Documentation. Вот ссылочка сразу в первой строчке находится. Давайте ее, конечно, откроем в новой вкладке. А сами пролистаем ниже. Что может этот модуль? Смотрите, MoviePy может читать и записывать любые аудио и видео форматы, включая GIF. И запускать на Windows, Mac, Linux с помощью Python 3. Либо 2.7. Да? Так, хорошо. А с версии 1.0 только на версии Python 3.4. Так, листаем ниже. Вот пример. Смотрите. В этом примере мы открываем видеофайл, выбираем маленький подклип, который начинается с 50 секунд и до 60 секунд. Добавляем title в центр экрана и записываем результат в новый файл. То есть он позволяет нам редактировать файл. А вот в этом примере, смотрите, он его rotate сделал. Перевернул на 180 градусов. И наше видео перевернулось. То есть очень мощный, классный модуль. Инсталляцию мы с вами уже сделали. PIP install MoviePay. Как мы помним, на Linux тоже самое, да? Так, хорошо. Идем наверх и возвращаемся в закладку документацию. Вот он, MoviePay. Вот он наш первый пример. Загрузить, проинсталлировать. Начать с помощью MoviePay. Галерея. Примеры скриптов. Docker. Так, давайте getting started. Нажмем, как всегда. Click presentation. Быстрая презентация. Что он может? Почему мне необходимо MoviePay использовать? Здесь есть несколько причин, почему вы захотите редактировать видео в Python. Да? Например, вы имеете много видео для обработки. И хотите обработать их простым образом. Вы хотите автоматизировать создание видео или гифов на веб-сервере. Django, Flask и так далее. Вы хотите автоматизировать такие задачи, как вставка titles, да? Отслеживание объектов, обрезание сцен, делание конечных, например, заставочек, да? Субтитров и тому подобное. Вы хотите создать ваши собственные видеоэффекты или сделать что-то, что не существует в видеоредакторах, да? Вы можете захотеть создать анимации из картинок, сгенерированных другой Python библиотекой. Так, хорошо. Пример кода. Смотрите, вот пример кода. Импортируем все, что необходимо для того, чтобы редактировать видеоклипы. Загружаем вот этот клип. Так, и выбираем, например, кусочек клипа с 50 по 60 секунду. Так, уменьшаем аудиогромкость. Смотрите, на 0.8, то есть на 20% снизили. Генерируем текстовую строку. Выбираем фон, цвет и так далее. Говорим, где она должна располагаться и сколько секунд должна длиться. В центре экрана, смотрите, на 10 секунд. Накладываем ее на клип и записываем результаты в файл. Отлично. Как он работает? Ну, понятно, с помощью FF-MPEG обрабатывает, добавляет все возможные вещи, которые вы хотите, и получаете финальный результат. Audio in MoviePie. Эта секция позволяет посмотреть, как можно использовать MoviePie для создания и редактирования аудиоклипов. Аудиоклипы могут быть созданы из аудиофайла или из саундтрека, видеофайла. Ну, аудиодорожки, да? Как это делать? Смотрите, мы импортируем наш модуль и аудиоклип в этот объект записываем аудиодорожку из нашего видеофайла. Так, хорошо. Теперь давайте мы с вами так и сделаем. То есть мы с вами импортируем наш модуль, запишем аудиодорожку вот в этот объект, а потом запишем ее, конечно, уже к нам на рабочий стол, на наш компьютер. Давайте посмотрим еще examples. Так, хорошо, давайте с вами начнем работать с нашим аудио. Первое, что мы с вами сделаем, конечно, заимпортируем MoviePie. Копируем. Возвращаемся в наш редактор кода, Python Idle, и, конечно, вставляем сюда. Теперь давайте проверим, что наш модуль проинсталлировался. Берем Run, Run Model. Окей. Смотрите, у нас с вами открылась оболочка, выполнилась наша программа без ошибок. Хорошо. То есть модуль уже наш Python видит. Теперь мы можем работать с нашими файлами. Так, мы сможем взять аудиодорожку с помощью вот этой команды, копируем ее, возвращаемся в наш код и вставляем. Конечно, сюда нужно вставить наш файл, название нашего видеофайла. Для этого, конечно, давайте я открою проводник и скопирую какой-нибудь видеоурок в папку, где лежит наш файл my1.py. Захожу вот в этот видеоурок. Смотрите, как сделать первое Windows приложение на C Sharp. Копирую видеофайл, вот он он, Ctrl-C. Иду в проводник, где находится мой файл my1.py. Он находится на рабочем столе. Копирую сюда. Отлично, я вставил наш видеоурок сюда. Копируем это название. Ctrl-A, Ctrl-C. И вставляем вот сюда в две кавычки. Ctrl-V. Проверим, как он как раз работает с русскими буквами. Давайте лишний сотрем. Очень мощно. Run. RunModel. Проверим на ошибки. Так, смотрите. Наш код выполнился без ошибок. То есть мы с вами только что получили аудиоклип вот в этот объект. Теперь, конечно, необходимо его сохранить. Для того, чтобы сохранить наше аудио, конечно, мы с вами должны посмотреть помощь. И посмотреть, как сохранять эту дорожку. Возвращаемся в помощь. Давайте напишем аудио. Вот так вот. Чтобы он нашел все, что касается аудио. Audio Toes. Так. Mixing Clips. Fade Out. Audio Lope. Normalize. Так. Аудиоклип. Нас интересует вот это. Audio. Toe Audio File. Смотрите, дайте его посмотрим. Так, смотрим. To Audio. Функция. Заменена. Заменена вот эта команда. Write Audio File. Вместо этого мы можем использовать. То есть мы с вами должны использовать эту команду для того, чтобы записать наш аудио в отдельный файл. Write Audio File. Давайте ее теперь найдем. Копировать. Вставим в поиск. Нажмем Enter. Вот. Write Audio File. Нажимаем. Смотрим. Записывает аудио в файл из аудиоклипа. Смотрите. Этот метод принимает имя файла. Пишем Audio Clip. То есть вот этот объект, который получил аудиодорожку. Точка. Write Audio File. И давайте мы с вами теперь напишем название файла, в котором мы сохраним нашу аудиодорожку. Давайте выберем название файла. Например, ауа. Sound. Или ауаудио. Точка mp3. Сохраним. Теперь давайте запустим нашу программу Run. Run Model. Смотрите. Записываю аудио. Прошли проценты на экране. 12%, 15%. Так, давайте посмотрим. Файлик появился. Ауаудио mp3 появился. То есть сейчас Python с помощью этого модуля MoviePy записывает аудиодорожку из нашего видео урока в отдельный файл. Так, 33%. Ну, пускай добежит до конца. Так, смотрите. Наш файлик работает довольно медленно. Сначала летел быстро, а потом проценты стали очень медленно добавляться. Давайте закроем. Посмотрим, в чем может быть причина. Откроем нашу помощь снова. Здесь есть такой параметр, как BufferSize. Вот он он. Который установлен в размер 2000. Давайте мы его скопируем. И попробуем с вами его увеличить. Так, вернемся в наш код. И через запятую его укажем здесь. Запятая. BufferSize равняется. Давайте сделаем 200 тысяч. Вот так вот. Run. Run Model. Окей. Смотрим. Так, проценты побежали. Сейчас увидим, на 34% он зависит или нет. Так, вот уже 42. Ага, отлично. 46. Классно. 51. То есть сейчас мы с вами решили эту проблемку, когда у вас слишком долго обрабатывается аудио из файла. Так, смотрим, у нас возникла какая-то ошибка. Давайте попробуем изменить буфер. Например, все-таки на 20 тысяч. И перезапустим наш код еще раз. Нажмем Run. Run Model. Так, вот этот файлик давайте удалим сразу. Он 9 мегабайт получился. Окей. Смотрим. Сейчас у нас не 2000 BufferSize, а 20 тысяч. Посмотрим, как в этот раз отработает. Так, проценты пока что бегут нормально. Но медленнее, чем в прошлый раз, когда буфер сайс стоял у нас в 200 тысяч. Так, 31%, 32%, 33%, 35%, 36%, 38%. Ну, по крайней мере, уже намного лучше, чем в предыдущем варианте, когда мы с вами зависли на 36%. Потому что размер видеофайла у меня 250 мегабайт. Так, 43. Давайте проверим, дойдет ли он до конца. Так, не дойдет. Смотрите, вот эта скорость 3.26 и в секунду стала. То есть очень медленно. Давайте нажмем крестик. И попробуем с вами перезапустить снова. Давайте не 20 тысяч возьмем, а, например, 50 тысяч. Конечно, наш аудиофайл давайте удалим. И запустим наш код еще раз. Run, RunModule. Окей. Смотрим. Так, побежал быстрее. Проценты, смотрите, как намного быстрее бегут. Уже 19%, уже 25%, 32%, 37%. Ну, существенно, видно, скорость, да, другая, когда у нас с вами другой размер буфера. 82. Ну, почти дошли до конца. Finish 100%. Смотрите, у нас с вами завершилась обработка без ошибки. То есть, буфер Size вы должны менять. Наш аудиофайл получился 9 мегабайт. Теперь давайте его запустим и проверим. Привет, друзья. С вами Олег Шпагин. Школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по C-Sharp. Мы с вами рассмотрим, как сделать проигрывание сражения в C-Sharp из моего видеоурока. Конечно, мы визуал с видео. Итак, то есть сейчас мы с вами получили возможность вытаскивать аудиодорожки из видеофайлов. Конечно, на следующих уроках мы уже с вами эти аудиодорожки сможем распознать в текст. А когда мы с вами распознаем их в текст, с помощью других сервисов мы сможем их перевести, например, в английскую речь. А, конечно, английскую речь уже сможем озвучить. Ну и, конечно, с помощью вот этого же модуля MoviePy мы сможем наложить нашу английскую речь снова на видеофайл. Это будет классно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.